Шалам, друзья! Мы начинаем курс по известным личностям из Торы. Сейчас мы познакомимся с вами, с Адамом, первым человеком. Итак, что мы знаем о нем, кроме того, что написано в самом тексте Торы? Ну, то, что он сотворен на шестой день творения, это неудивительно, но что это за дата в нашем календаре? Это первое тиши, то есть рожа шана. Получается, что Бог судит нас и все человечество в день появления первого из людей. Бог советовался со всеми ангелами перед сотворением человека. Ангелы были очень против его сотворения. Адама Бог творил дольше, чем любое другое свое творение, целых пять часов, начиная с рассвета шестого дня, по ночам, так как Бог не творил. В первый час Творец собрал всю землю со всех сторон света, во второй час сформировал форму человека, голем, так появилось это понятие, в третий час сформировал все органы, в четвертый час вдохнул в него душу. Это была не просто душа, это была искра от самого Всевышнего. Адам был создан уже двадцатилетним, как и Хава потом. Они не должны были стареть, они были сотворены бессмертными, такими должны были оставаться навечно, если бы не грех. Они были вегетарианцами, как и все их потомки вплоть до потопа. Адам был создан сначала двуполым. Есть спор среди мудрецов, какая была передняя сторона, женской его частью или мужской. В пятый час Адам встал на ноги. Таким образом можно сказать, что Адам родился за час до полудня первого дня Рошашана. По другому мнению, только в полдень в него вдохнули душу. Именно поэтому мы стараемся в шофар, в Рошашана протубить до полудня. В тот же час Бог показал ему все деревья сада и сказал, смотри, как прекрасен этот мир, который я сотворил для тебя. Обрати внимание и постарайся не разрушить его. С тех пор каждый человек обязан сказать себе, ради меня Бог создал этот мир, и я за него в ответе. Шестой час он провел, называя всех животных, которых к нему привел Бог. Адам управился с этим меньше, чем за час. Все это время ангелы готовили ему еду и вино. Когда он только появился, ангелы начали петь ему песни, подумав, что он сама шхина, то есть присутствие самого Творца, потому что он никак не укладывался в их ангельскую иерархию. Он обладал таким зрением, которое проникало в сути вещей и давало ему знания о их свойствах, вплоть до букв, из которых вещи были созданы Богом. Он также обладал абсолютной памятью и навсегда запоминал все, что видел или узнавал. В седьмой час он заснул и была сотворена хава. Это было сделано для того, чтобы он не видел процесс ее создания и чтобы она появилась на свет к нему во всей своей красе. Кстати, сам Бог занимался ее прической для того, чтобы привести ее к Адаму. Они абсолютно не стеснялись друг друга и Бога, так как были совершенны. Это были самые прекрасные создания за всю историю человечества. Весь восьмой час он провел свои прекрасные хавы и у них за это время родился сын Каин. По другому мнению, родились сразу пятеро Каин с сестрой и Эверель двумя сестрами. А еще, по другим мнениям, все дети родились уже вне райского сада. Адам запретил хаве не только есть, но и трогать дерево познания добра и зла и забыл предупредить о том, что это его идея, а не запрет Всевышнего, что и послужило одной из причин их ошибки. В девятый час ему показали весь Ганеден, и он пошел служить и охранять его, как ему было заповедано. Адам первым, кто произнес молитву, он попросил в ней дождь для всей земли. Тем временем Нахаш, змей, уговорил хаву согрешить. Почему он не пришел к Адаму? Потому что Адама боялись все животные, включая самого змея. Змей, для подтверждения своих слов, толкнул хаву к дереву. Когда она увидела, что не погибла от соприкосновения, змей смог ее убедить в том, что и поев, ничего страшного не произойдет. В десятый час Адам уже согрешил, съел от того самого запретного плода. Это был или жир, или виноград, или хлеб. Есть даже вариант, что и трог, но это было по еврейской традиции точно не яблоко. После греха они сделали себе наведренные повязки. И из фигевых листьев, и попытались спрятаться, потому что начали стесняться. Адам был первым, не только первым человеком, но и первым неблагодарным человеком. Когда винил хаву, а потом и самого бога в своей ошибке. Когда сказал женщину, которую ты мне дал, она мне дала этот плод, и поэтому я его ел. Он потом еще долго был не готов признать свою вину. В одиннадцатый час он был судим, ему были сказаны и показаны все следствия его ошибки. Такие, как в поте лица будешь есть хлеб, свои и прочие проклятия. В двенадцатый час он был изгнан из рая, потерял бессмертие и все свои суперсилы. Его покинули души всех людей, которые были заключены в нем до сих пор. Они с хавой получили волшебные одежды из шкуры змея и посох из ветки того самого дерева познания добра и зла. Одежда эта потом переходила из рук в руки, пока ее не похитил хам у своего пьяного и голого отца Ноха. А Иса в свое время отобрал ее у Немрода. В этой одежде Яков притворялся Исавом. Потом ее следы пропадают. Возможно, именно ее Яков подарил Йосефу, но братья именно ее и изрезали. Посох, тот самый из дерева познания добра и зла, был у Ноха, у Авраама, Исхака, Якова, Йосефа, Муше и, по некоторым данным, у Шмуэля, царя Давида и царя Шломо. Потом его след также исчез. До конца двенадцатого часа Адам уже стоял у врат рая с женой и, по некоторым мнениям, со всеми детьми. Всего, получается, он прожил в раю меньше шести часов. После выхода из рая он рассказал о шести заповедях потомков Адама, по мнению Маймонида, по мнению Рамбама. Это запреты ладового поклонства, прелюбодеяния, кроме родных сестер было запрещено, убийства, воровства, осквернение имени Всевышнего и заповедь устанавливает справедливый суд. Не есть от живого в то время было неактуально, так как мы уже говорили, что они мясо не ели. Адам был первым, кто построил жертвенника на горе моря и принес там жертву быка, единорога, когда пришел к раскаянию. Именно у него все и научились этой идее приносить жертвы. Он, получается, был первым священником, то есть первым коэном. Все 130 лет после изгнания из рая он жил отдельно от Хавы и порождал темные сущности. Не очень ясно, что именно это обозначает, но все же некоторые считают, что он в том числе является и праотцом всяких потусторонних и темных сил. Отчего позже он ослеп и до конца жизни оставался слепым, выплакав себе глаза за связь с потусторонним. Потом, когда вернулся к Хаве, родился их третий сын Шет. На него, его потомков Адам возлагал очень большие надежды, которые в целом были оправданы. Но к тому времени этого уже было недостаточно для спасения человечества от самого себя. У него было трое сыновей, о которых говорит Тора, Каин, Эвель и Шет. Двое из них умерли при его жизни. Кроме них, у него было еще много на самом деле дочерей и сыновей. Десятки, сотни, может быть тысячи, имена которых подробно не указаны. Он открыл своим потомкам множество знаний, таких как, например, математика, астрономия. Он первым рассчитал календарь. Его самым лучшим учеником был его потомок Ханох. Тот самый, которого потом Бог забрал живьем в небеса, который в свою очередь успел передать эти знания Ноху. Он должен был прожить целую тысячу лет, даже после греха и проклятия. Но поделился своими семидесятью годами с царем Давидом. Поэтому прожил девятьсот тридцать лет вместо тысячи. Перед смертью, видя, как развращаются его потомки, он создал пещеру с двойным дном. Двойная пещера Маорат Махпила. И ушел умирать туда с женой, чтобы люди не нашли его и не сделали из их могилы место поклонения. Потом только Авраам случайно открывает для себя это место и делает там свой фамильный склеп. Когда он умер, все люди оплакивали его в течение многих дней. Был объявлен траур по нему для всего человечества. Всего несколько человек знало, где он похоронен. Возможно, один только Ханох знал точное место захоронения и забрал с собой на небеса этот секрет. Всевышний сам позаботился о том, чтобы последнее желание Адама скрыть место его могилы исполнилось. Его душа потом переродилась в Авраама, душа Хавы в сарай. Вот такие вот интересные факты мы сегодня с вами узнали про Адама, первого из людей.